Здравствуйте, зрители СтопГеймРу, и добро пожаловать в очередной выпуск передачи ReFund, где мы продолжаем изучать авторские новинки из мира видеоигр. С вами, как всегда, Глеб Мещеряков и Иван Лоев. Поехали! Первая игра оказалась в выпуске немного спонтанна, мы как-то её изначально не рассматривали в числе претендентов, но потом прям вот снизошло, и мало того, что оно в выпуске оказалось, она, по сути, оказалась главной, наверное, самой громкой игрой, о которой мы сегодня будем говорить. Это, конечно же, Скорн. Долгострой, вдохновлённый творчеством многоуважаемого Гигера, который создал облик Чужого и его вселенной. В целом, как раз за счёт внешнего вида, за счёт художественной составляющей, за счёт густой, специфичной атмосферы, этот проект и привлёк, я так полагаю, всеобщее внимание. Все его ждали, именно опираясь на эти пункты. Меня в этом плане всё устроило. То, чем игра изначально и привлекала, оно в целом и реализовано хорошо. Крутой стиль, очень такой насыщенный саспенс, дух, вот эта атмосфера загадочного чужого мира, которая не подаётся каким-то конкретным образом, здесь нет никаких там записок, никаких брифингов или чего-то в этом духе, оказываетесь в абсолютно чужеродном для себя мире и пытаетесь как-то разобраться здесь, как здесь, что работает, вообще к чему стремиться и чего следует ожидать от поворота за угол. Ну и тогда тут я немного вступлю в том ключе, что помимо общего, вот, типа, художественного исполнения окружения, самих деталек, текстурок там и подобного, мне дико зашло, как Скорн работает с пространством в кадре. Всё вокруг заполнено туманом, дымкой, где-то он более плотный, где-то он менее плотный, он всегда разноцветный, то оранжевый, то бледно-болезненно-зелёный, то ещё какой-нибудь. Ты заходишь в небольшую комнатку, но у тебя всё равно игра рисует какой-то кадр, в котором чувствуется глубина, в котором видно, что вот это на переднем плане, это на заднем плане, и прям, в общем, наблюдать за местным окружением, это отдельный сорт удовольствия, и в этом ключе как раз Скорн за первые 20, наверное, минут моего с игрой общения окупило себя больше, чем Эгони, Иннерчейнс и Сакьюбас вместе взятые, хотя они тоже вроде как позиционируют себя как игры с каким-то там дизайном художественной, какой-то наполненностью, а не просто жестью. Продолжая тему локаций, хочу отметить, что да, они прекрасно поданы и круто реализованы, но именно с ними связана, пожалуй, единственная неприятность, которую я испытал. Здесь достаточно тяжело ориентироваться. Я постоянно утыкался в какие-то тупики, постоянно забывал, куда мне нужно вернуться, чтобы сделать там что-то, чтобы тыкнуть тыкалку или дёрнуть дёргалку, где они находятся, что находится, над чем. В общем, ощущение пространства, оно очень с большим трудом мне давалось, и вот тот самый топографический кретинизм очень часто вспоминался у меня, пока я бегал по местным коридорам. Да, потому что, ну, так как вся локация выглядит чужеродно и незнакомо, то у тебя не за что зацепиться вниманию, чтобы сориентироваться. И только когда ты нарезаешь по ним там какое-то количество кругов, ты такой, ага, вот этот автомат тут, вот тот механизм там. Собственно, зачем нарезать круги и дёргать дёргалки и тыкать тыкалки? Да потому что Скорн хоть в основе своей, наверное, можно считать симулятором ходьбы, всё-таки здесь присутствуют дополнительные разнообразные механики. Ощутимый пласт — это логические задачки с запуском тех или иных устройств, механизмов, чтобы что-то зашевелилось, что-то куда-то подвинулось, передвинулось, двери открылись. И нужно тут отметить, что загадки, ну, не то чтобы прям мега зубодробительно сложные, но суть в том, что никто конкретно не даёт понять, что от игрока требуется в тот или иной момент. До всего нужно доходить методом проб и ошибок. Ну, это... да. И это, с одной стороны, клёво работает на вот эту чужеродность мира и его, типа, неприветливость, но, с другой стороны, стоит один раз где-нибудь какой-нибудь маленький торчащий шланг не заметить, который имеет весомое значение в какой-нибудь головоломке, и потом ты можешь полчаса вокруг него носиться кругами и так и не понимать, что от тебя хотят и что вообще надо. Вообще, я прошёл только половину игры, и в первой половине пока не было толком боёвки никакой, но я так понимаю, во второй части она как-то раскроется, и там появятся моменты, когда мы будем противостоять тем или иным существам или убегать от них, или что-то в этом духе, но вот это я не успел ещё затестить до записи данного выпуска. Не знаю, может быть, Фен что-нибудь скажет по этому поводу, нормально это реализовано или нет. Я прошёл игру целиком, я не удержался. Я сначала хотел, типа, сделать выпуск Рифанда, записать честно по первым впечатлениям, но слишком сильно мне хотелось бегать и всё фотографировать. И боёвка случилась, и она действительно не очень удобная. Она, опять же, если сравнивать Сегани и Индерн Чейнс, там, на 10 голов выше, но она медленная и очень инертная. И на самом деле проблема вообще не в этом, потому что для хоррора не очень приятная, не очень удобная боёвка, на мой взгляд, это хорошо, но проблема заключается в том, что вторая половина Скорн из вот такого путешествия медитативного с решением головоломок, с запутыванием самого себя в локациях и подобном превращается в Doom. Тебе надо идти просто вперёд, зачастую, и на тебя как бы регулярно вылезают враги. Не то чтобы адскими полчищами, но их достаточно много, и они нападают достаточно часто для того, чтобы ты вообще перестал задумываться о том, что типа, а что это за мир, а что здесь произошло, тебя начинают волновать вопросы типа, где мне взять патронов, где мне взять аптечки. И из-за этого как раз у меня есть большое ощущение, что люди, которые доходят Скорн до конца, они ей становятся сильно недовольны, потому что вот эта вот вводная начальная часть, которая очень крутая, очень атмосферная, очень самобытная, очень мало игр, которые могут тебя настолько прям погрузить в какой-то свой мир, который искусственно создан, и потом она переходит в режим типа, давай драться, драться, драться. У меня остался только один тезис, который я хотел проговорить. Я встречал в отзывах жалобы на то, что не хватает музыки и звукового сопровождения. На мой взгляд, это идёт игре на пользу. Здесь действительно не так много эмбиента, и он появляется периодически в определённые моменты, но за счёт этого игра как будто бы не отвлекает от процесса погружения в ту самую атмосферу. Поэтому на это жаловаться вообще мне не приходится. Мне кажется, это был правильный выбор со стороны авторов. Да, то, как игра звучит, мне очень сильно понравилось. И в особенности мне понравилось, как проработаны все звуки, потому что все механизмы, всё громыхает, отдаёт правильным эхом. То, что надо хлюпать, оно хлюпает, потому что у нас мир биопанка, и для того, чтобы открыть дверь, надо засунуть руки, прям пальцы в панель управления. И в этом отношении прям полный восторг. Единственный момент, опять же, касается боёвки. Типа, хотелось бы, чтобы, например, вот этот вот пневмошвабра, которое самое первое оружие, чтобы она, когда заряжается, издавала какой-нибудь звук. Кстати, насчёт этого. Я себя поймал на мысли, что было бы неплохо вообще полностью избавиться от худа. И в целом, мне кажется, это было вполне реализуемо, перенести индикатор здоровья там куда-нибудь на руку, заряда оружия на, собственно, оружие. Ну, то есть сделать, как в Dead Space. Оно там практически и есть. Они проделали фишку с тем, что можно выключить, как будто было бы худ, на 85%, осталось 15%, и они на них остановились. В итоге, Скорн, конечно, могла оказаться, ну, не то чтобы прям намного лучше, но вот если бы не её вторая, не самая приятная и прикольная часть, возможно, я бы её куда-нибудь для себя в голове уже тащил на звание, там, Игра Года или чё-нибудь в этом духе, потому что визуальность, художественность, атмосфера чужого мира и настолько проработанная логика его функционирования, это дорогого стоит, и я, так скажем, понимаю, на что были потрачены годы, которые ушли на разработку. Но вот я откровенно не врубаюсь, зачем надо было после такого атмосферного, крутого, офигенного начала всё скатывать в Half-Life, Doom и что-то подобное, потому что, мне кажется, этой игре это совершенно не идёт, и можно было продолжить топить загадками и рассказывать что-то нам о мире, периодически набрасывая монстров, я не против периодических драк, но, как бы, не в таких убойных количествах. Но, тем не менее, это опыт, который не так часто встречается в игровой индустрии. Да, соглашусь, я абсолютно не разочарован Скорн уже на данном этапе, надеюсь, что и вторая половина не сильно меня разочарует, после слов Фена. В общем, она точно заслуживает вашего внимания. Вряд ли бы мы с Феном стали заниматься передачей про авторские игры, если бы не интересовались оригинальными концепциями и экспериментальными разработками. И так совпало, что наш сегодняшний партнер представляет именно это. Речь пойдет о настольной игре Resolvers, выпуск которой намечен на 2023 год. Пока же создатели вовсю трудятся над сюжетом и реиграбельностью, а также разрабатывают сопровождающее на столку мобильное приложение, которое вместо привычного всем мастера или хозяина коробки будет отвечать за организацию партий. Процесс заключается в том, что вы в коопе с друзьями начинайте расследование, собирайте улики и показания, а потом отправляйтесь в прошлое, чтобы предотвратить произошедшие события. Учитывая, что игра зависит как от поведения игроков, так и от поведения генератора сценариев, тасующего мотивы и преступников, каждое повторное прохождение может ощутимо отличаться от предыдущего. Несмотря на то, что это вполне себе RPG с проработанными персонажами, прокачкой и всем таким, авторы обещают низкий порог вхождения. 20 минут и вы уже ухватили суть происходящего. Предзаказ Resolvers уже не за горами. Чтобы не пропустить его и другие известия от команды разработчиков, переходите на официальный сайт и вступайте в группы в социальных сетях. Ссылка в описании. Удетектед появилась у нас в выпуске и вообще у меня на радарах внезапно. Я как-то вообще не в курсе был, что что-то такое разрабатывается. Но, в общем, я на нее посмотрел, на трейлер, и такой думаю, это что, как Unmetal, но типа про Metal Gear Solid вместо пародии на Metal Gear? Ну, я, кстати, видел тоже трейлер, у меня параллели с Unmetal не возникло. Мне показалось, что это прям вот такой серьезный подражатель МГС. Ну, я, наверное, где-то у себя в голове вынес за скобки, что, возможно, они пытаются делать все настолько серьезным, потому что они потом, типа, сломают какую-нибудь стену и все окажется цирком с конями и пародией. Но игра действительно оказалась серьезной. И самое, что странное, она, будучи 3D-игрой, продолжает пародировать первую часть Metal Gear. Не, ну подожди, но ведь Metal Gear Solid, это отчасти тоже пародия на Metal Gear. Там много чего было позаимствовано у самой первой части. Ну, позаимствовано, да, но типа основные механики, то, как расположены вещи на локациях, как устроены локации, как перемещаются противники по ним, все это, как бы, и не близко не Metal Gear. А тут, ну, как бы полностью у нас есть маленькие арены, которые разбиты на экраны, по ним, по клеточкам, собственно, ты перемещаешься, по клеточкам двигаются враги. Работает бинарная система освещения, то есть тебя либо видно, либо не видно. И при этом тебя никто не слышит. То есть, если тебя не видно, ты можешь прям под носом у врага прыгать, бегать, что угодно творить. И из-за этого стелс становится с одной стороны суперлегким, а с другой стороны неудобным, потому что здесь, опять же, действует фиксированная камера, и она далеко не в каждом месте как-то корректно установлена. И периодически случается так, что у тебя враг, который на самом деле в двух метрах от, собственно, протагониста, он оказывается вне зоны экрана, периодически сам протагонист оказывается где-то вне экрана, когда ты бежишь куда-то. И в результате стелс тупо ощущается сломанным. А больше, в общем-то, зацепиться в игре и не за что. Потому что визуально она очень бедная, средненькая и прям простенькая. Сюжет, опять же, что-то там на серьезных щах, но достаточно банальная, и единственная странность, которую я заметил, что у антагонистических сил на головах маски каких-то не то богомолов, не то других насекомых, ну, в общем, с гигантскими глазами. Добротного кринжа не завезли в сюжет? Вот никакого вообще ни добротного, ни недобротного кринжа я пока за небольшой срок общения с игрой не словил. И что я еще хотел сказать? Да, наверняка про звук что-нибудь. Ну, звук здесь вообще как бы не работает. Враги, которых не видно, да даже которых видно, они не умеют шагать, в смысле, опять же, отличие от МГС заключалось в том, что даже когда ты противника не видишь, ты слышишь, как они там топают по бетону, по металлу, хрустят снегом, тут они ходят бесшумно, и если ты врага не видишь, ты его никак не засечешь. Музыка очень дженерик, главный герой говорит тоже дженерик брутальным голосом героя боевика. Ну и короче, вот опять же, мой тезис, я не вижу, за что здесь зацепиться можно, потому что это игра, которая типа работает по образцу того, что вышло 35 лет назад. При этом не предлагая чего-то нового и своего и интересного, а просто вот как бы пародируя, причем делая это серьезным лицом, зачем это сейчас надо, короче. Дальше у нас идет проект под названием Little Orpheus от известной команды разработчиков The Chinese Room, к которой фен как раз неровно дышит. И эта игра вообще должна была выйти в Steam где-то, наверное, полгода назад или типа того. В общем, мы ее тезерили в одном из выпусков FreeFund'а уже давным-давно и потом ее перенесли, вот только сейчас она появилась. Но, подчеркну, появилась в Steam. А так, она вообще еще в 2020 году выходила в Apple Arcade и была, собственно, эксклюзивом той платформы. Little Orpheus это платформенное приключение. Наверное, так можно охарактеризовать. То есть, это не прям вот чистокровный платформер, шут им ап, бит им ап, а именно, что вот что-то в духе таких флешбеков и же с ними. но не столь мудреная. По крайней мере, в отношении игрового процесса. Да, само собой. Если отталкиваться от визуальной составляющей, то тут, да, то тут накручено мамы не горюй. Очень круто все подается, изображено, объемные сцены, много красок, много деталей, много крутой анимации. Это с одной стороны. С другой стороны, на художественную составляющую влияет сюжетная подоблека и специфичный флер, который задумали авторы. Потому что игра повествует про приключения так называемого недранавта Ивана Ивановича Привалова, который в 60-е года, будучи советским гражданином, советским инженером, был отправлен на специальной машине к загадочным областям под землей для изучения этих регионов и, вполне возможно, еще для последующей колонизации. Ну, по сути, авторы просто собрали, я не знаю, все или не все, но, наверняка, практически все, как минимум, популярные произведения про полую землю, о том, что на самом деле, типа, изнутри наша планета пустая, и если перейти на обратную сторону коры, то там тоже есть своя биосфера, внутри какое-то там свое солнце, и там живут и динозавры, и кто только там не живет. Все так, и это вот в таком формате доклада, Иван Иванович Привалов сидит на стуле и докладывает генералу о том, что происходило в рамках этого путешествия, в таком формате все это подается. Причем, как я уже сказал, с изрядным добавлением советского такого настроения, очень жирный акцент у персонажей, они постоянно в английскую речь вставляют какие-то русские словечки, в общем, кто любит подобный советский китч в плане стилистики, тот, наверное, кайфанет прямо здесь по полной программе. Да, можно даже просто знать о том, что, типа, в России есть Алтай, Омск, Томск, Новосибирск, и регулярно кайфовать с того, как герой в один момент такой, о, внутри кита так же прекрасно было, как горы и леса Алтая. Потом, в следующем эпизоде, ну, вы знаете, генерал, я вырос в Омске, там, поэтому что-то он знает или помнит. В следующем акте он уже в Томске вырос, там, и, в общем, следить за тем, как прыгает фантазия главного героя, это для меня был прям отдельный сорт удовольствия от процесса. Сложно сказать играние в игру, созерцание, потому что по большей части ты как бы просто бежишь, иногда задумываешься, о, ну здесь, наверное, надо прыгнуть, и, как бы, большую часть времени, поэтому ты просто смотришь на то, что происходит на заднике, двигаешься в определенную сторону, и у тебя за кадром, собственно, генерал с очень скептичным складом ума допрашивает чувака, который, наоборот, у него синдром сказочника, не синдром сказочника, но, в общем, чувствуется, что он постоянно все приукрашивает, и поэтому постоянно возникает какая-то интрига, герой там падает в пасть гигантского динозавра, летит с обрыва множества километров, и как бы, что же случится с главным героем, говорит голос за кадром, который не относится ни к главному герою, ни к генералу, неужели он упадет и расшибется в лепешку, или он схватится за какой-нибудь листочек, узнаем в следующий раз, там, траляля, и начинается следующий акт, и он как-нибудь вообще по-дурацки приземляется от этого километрового падения, и не расшибается, потому что везде там какие-нибудь деревья и листва, и так далее, и так далее, и так далее, и поэтому, когда в начале герой говорит, типа, выслушайте меня, генерал, у меня есть как бы объяснение того, куда делась ваша ядерная бомба, это будет логичная и стройная история, в которой каждый элемент будет цепляться за другой, и потом просто начинается вот мною любимый приключенческий жанр, в котором ты не знаешь, что случится за следующим поворотом. Да, вне всяких сомнений, с точки зрения повествования, игра невероятно хороша. Я даже не могу припомнить, чтобы вот такого рода игра, двухмерный платформер, так была круто подана. Она одновременно вызывает ассоциации и с литературными произведениями, и с каким-то телевизионным шоу, особенно за счет того, что она поделена на эпизоды, и тот самый культурный подтекст очень круто реализован. Короче, в этом плане вообще невозможно придраться. Но, к сожалению, по геймплею, да, она очень сильно проседает. То есть, все, что происходит в игре, это бег, прыжки, иногда там в формате погони, перетаскивание каких-нибудь предметов, дергание рычагов, и всего этого достаточно мало. На самом деле, мы просто перемещаемся преимущественно. Мне немножко не хватало более обстоятельных головоломок, более, возможно, напряженных и не таких там прямолинейных противостояний. Не могу прям вот сильно ругать игру за отсутствие всего этого, но нужно вам сообщить об этом, что здесь от геймплея вряд ли вы кайфанете, но очень круто кайфанете от всего остального. И еще хотел отметить, продолжая тему художественной части, как здесь реализовано музыкальное сопровождение. Во-первых, оркестровая музыка, она в принципе сопровождает игру. Во-вторых, она как в каких-нибудь комедиях или в каких-нибудь мультфильмах порой очень плотно сцеплена с тем, что происходит на экране. То есть там есть такой момент, когда мы в яйце динозавра прячемся от динозавра и мы такие раз сидим и музыки нет. Динозавр отвернулся, мы встаем, начинаем бежать и оркестр такой то есть подыгрывает вот этой теме, что мы перемещаемся. Я не знаю, как каком-нибудь Том и Джерри или типа того. И это тоже очень все круто ощущается. Я опять же не могу вспомнить, чтобы где-то такое было в играх. Да, это тоже я хотел отметить, потому что звучит прям очень клево. В плане геймплея просто я не знаю, меня почему-то ровно один момент на ржач пробил и он никак у меня из головы не выходит. уровень местных головоломок. Перед главным героем сидит морж и в общем не пропускает его. Главный герой подходит к кубику льда, который как будто бы никуда не прицеплен, просто его сдвигает назад и внезапно льдина, на которой сидит собственно морж, оказывается в дисбалансе и переворачивается и этого моржа собственно в океан воду скидывает. И таким образом герою открывается путь вперед. В целом у меня больше добавить нечего. остался крайне доволен игрой и впечатлен именно подачей. Вот это очень сильная сторона Little Orphys. Да, если вы хотите легкую, ироничную, позитивную, приключенческую историю, в которой вы не знаете, что произойдет в следующие пять минут, эта штука вас спасет и мне кажется даже ее периодически перепройти не зазорно. Настолько она прям вот хорошо выполнена. В отличие от Undetected в Bright Seeker как будто бы в целом понятно, за что можно зацепиться и это как минимум довольно минималистичный стильный внешний вид. Но с точки зрения геймплея это скорее такой Hyper Light Дрифтер. Главный герой бегает по какому-то миру, который вымер или что-то в этом духе, там какие-то события происходили, но пока что не очень понятно, что происходило и как и куда-то пытается собственно пробиться. В принципе как бы ничего нового игра не предлагает. У вас есть атака ближняя, атака дальняя, дэш, вы приходите на арену, на вас накидывают врагов, вы их убиваете, вы идете к следующей арене, там опять набрасывают врагов, вы их снова убиваете и в общем потом чуть-чуть происходит какого-нибудь сюжета, лора, раскрытия или чего-нибудь подобного и дальше опять арена и потом за ними лор. Ну и все это сопровождает еще прокачка. И все это сопровождает прокачка, причем не РПГшная, а вот именно скорее Hyper Light Дрифтерская, то есть ты находишь какие-то штуки, которые тебе дают либо дополнительные жизни, либо дополнительную энергию, либо дополнительные модификаторы, которые могут изменить ну что угодно. Можно поставить на свой щит, чтобы он отражал снаряды, а не просто их блокировал. Можно к оружию ближнего боя добавить дистанционную атаку, которая заряжается. А элемент рандома присутствует здесь или все заранее определено? Насколько я понимаю все определено, то есть это ни в коей мере не рогалик, это именно достаточно сюжетное, линейное и даже вроде как свободы выбора типа пойти вот в этот регион или в этот регион нету. Движешься вперед к своей цели очень конкретно и очень заданно. С одной стороны как бы игра не предлагает ничего нового и боевка несмотря на то, что не ощущается какой-то прям супер-супер качественно проработанной, она тем не менее достаточно удовлетворяет, но смущает очень сильно меня по крайней мере тот факт, что игра очень как бы это так объяснить не задает никакие координаты. Мы не знаем кто главный герой. Из-за того, что мир вокруг вот собственно это серые минималистичные какие-то висящие в воздухе прямоугольники вообще непонятно как бы что это вообще за мир. Это как в транзисторе некий цифровой мир там а-ля матрица который пережил какой-то апокалипсис и поэтому теперь вот собственно главный герой или героиня пытается на его останках там спасти то ли своего возлюбленного то ли что-то такое провернуть то ли это мир какой-то типа далекий и просто инопланетный а-ля скорн но с другой стилистикой и какие тут вообще существуют правила и если более приземленно то хотя бы куда мы движемся и зачем потому что чувство прогрессии продвижения по локации полностью отсутствует здесь все очень разрозненно потому что очень много приходится телепортироваться и ты телепортируешься не на точку которую ты видел или видишь прямо сейчас но она в отдалении а ты просто как бы прошел арену убил всех врагов вышел с нее подошел к телепорту активировал его и куда-то тебя перенесло так но в итоге я не очень понимаю к какой концовке ты двигаешься к положительной или отрицательной ну в итоге с одной стороны мне не хочется клеймить bright seeker что это плохая игра в нее невозможно играть но она вот опять же не дает мне ничего за что я бы мог зацепиться она как бы в целом неплохо сделана и если она выдерживает такой темп и такое качество до самого конца то это неплохой способ там не знаю потратить один или два вечера но вот мне для себя зацепиться оказалось не за что потому что если я захочу какого-то интересного мира у меня есть транзистор который немного напоминает bright seeker если я захочу какой-то более точенной боевки но все еще в чем-то стилистически близком у меня есть hyperlight drifter а тут мне как-то вот ловить как будто бы нечего идем дальше и встречаем проект под названием outcore к которому еще добавляется под заголовок desktop adventure слегка намекающий на суть это не то чтобы революционная концепция но точно не заезженная и она предполагает что часть событий игры происходит непосредственно на рабочем столе задействуют реальные файлы объекты папки программы то что присутствует у вас в windows ну и надо отметить что игра на самом деле бесплатная но у нее есть сопровождающие материалы платные прикупив которые вы таким образом можете поддержать разработчика завязка следующая у вас на рабочем столе внезапно появляется главная героиня которая якобы ищет некие странные файлы с воспоминаниями ну или может быть эти файлы пробуждают в ней воспоминания не знаю и она из какого-то другого мира пришла вот в наш и мы ей помогаем тем самым погружаемся в ее жизнь ну и процесс собственно состоит из двух можно сказать фаз в первой вы занимаетесь чем-то на своем рабочем столе то есть например героиня говорит что типа я чувствую что файл со мной находится там в папке изображения ты заходишь в папку изображения там действительно валяется какая-нибудь люмия пинджи или что-нибудь в этом духе она такая о да это то что надо тут же на экран падает сейф и в общем дальше происходит мини игра когда надо в файл люмия пнг с помощью пейнта рисовать какие-то ключи определенной формы да а потом случается мини игра которая уже как бы происходит где-то там у нее в воспоминаниях и это как бы некое приключение которое на весь экран то есть часть игры происходит на рабочем столе часть в более традиционном формате там может быть платформер может быть какая-то ну там иная аркада есть даже боссфайты потом мы возвращаемся обратно на рабочий стол и во второй фазе по-моему там появлялась такая тоже мини игра с программированием вообще у меня в процессе игры возникли очень такие четкие ассоциации с Undertale или с играми Даниэля Малинса ну вот короче те самые умники знаете которые выделываются во-первых из-за периодических скачков формата или жанра то есть такой мультижанровости и аморфности вообще в принципе во-вторых из-за пролома четвертой стены естественно в-третьих из-за специфичного юмора и даже в целом такого странного сочетания комедии и напряженности то есть возникает такое ощущение как будто вот за фасадом таким милым и добродушным что-то как будто скрывается есть такое ощущение и Undertale здесь напрямую в по-моему втором флэшбеке пародируется и обстебывается но вот дальше этого фасада я честно говоря не ушел потому что на третьей мини игре на рабочем столе я сломался не я тоже дальше не ушел я даже не дошел до третьей мини игры на рабочем столе не знаю честно говоря буду ли продолжать но в общем ощущение такое возникло короче говоря экспрессивность и анимешность происходящего в начале она радует потому что ну как бы прикольно когда персонажи дико эмоционально на все реагируют все гипертрофировано батя вот этот вот который ахахахахаха по каждому поводу но меня немного напрягло то что платформинг в сегменте с платформингом он дубовый игра в программирование вообще нисколько к программированию не имеет отношения ты просто говоришь три клеточки наверх поверни направо пять клеточек вперед ну как бы это не сложно и не прикольно ты просто занимаешься подсчетом клеточек и подсчетом того сколько раз у тебя в программе повторяется одна и та же команда шаг вперед ну не то чтобы я хочу чтобы игра мне подкидывала какие то там не знаю задачки уровня last call bbs где ты прям сидишь у тебя мозги хрустят но как бы хоть какое то хоть что то мне бы хотелось чтобы было ну да тут нет каких то геймплейных откровений нету мини игр которые прям вау поражают воображение своей задумкой и балансом согласен но игра бесплатная и мне кажется что здесь оно сбалансировано в этом плане то есть за ноль рублей мы получаем в целом ну такой себе вот геймплей и все таки основная ценность Outcore это наверное не вот мини игры а необычный экспириенс и наверное часть и история хочу заметить что игра в целом интригует меня тоже немножко оттолкнул геймплей тоже мне скучно стало в определенный момент и поэтому я сомневаюсь не знаю вернусь я или нет но хочу отметить что в целом заинтересованность в истории и в том чтобы получить развитие сюжета Outcore у меня появилось а я дошел до загадки с поиском нужного файла в миллионе папок я попробовал таксяк наперекосяк там как бы есть подсказывающий элемент но я не понял как то ли как его правильно задействовать то ли в принципе задача в том чтобы перебрать определенное количество короче мест в которые он может подсказать но вот я короче посыпался и решил что что-то как-то с меня хватит если первый флешбек был интригующим то второй уже намного больше был ну не то что полностью предсказуемым не чувствую я что потом за этим откроется какая-то неведомо крутая и запоминающаяся история здесь здесь наверное нас с тобой спасает бесплатность игры наверное основываясь на том что игру можно абсолютно бесплатно не только попробовать а в принципе пройти изучить и потом уже принять решение поблагодарить создателей покупкой дополнительных материалов или нет можно дать зеленый свет вполне скриблмен арми с одной стороны это автобаттлер и частично даже кликер а с другой стороны это как будто бы роуглайк с градостроением причем ну там не то что градостроение но надо отстраивать конкретные какие-то здания надо производить юнитов которые будут заниматься своими делами развитие поселения в общем то что ты как раз любишь да но здесь оно выполнено в таком очень в очень упрощенном виде суть в том что вы попадаете на некую локацию которая состоит из клеточек и все эти клеточки закрыты там кроме двух соседних рядом с базой и поначалу вы занимаетесь тем что вы открываете эти клеточки и изучаете что там находится там может быть лес там могут лежать камни там может быть гнездо жуков из которого можно добывать еду и собственно из вот этих первичных трех ресурсов вы потихоньку начинаете строить поселение ну и в какой-то момент естественно появляются войны которые будут прорубать вам проход на следующие уровни залипательный залипательный момент здесь заключается в том что вам постоянно надо все улучшать ну не то что надо а типа можно в главном здании вы открываете там новые какие-то знания новых рецептов новых зданий которые можно возводить после улучшения например лесорубни можно поставить лесопилку которая будет действовать уже по-другому там в общем этих цепочек огромное количество и собственно для того чтобы их открывать надо добывать ресурсы надо производить ресурсы есть разные ресурсоперерабатывающие здания которые сами ничего не добывают но типа туда несут с других мест и то что начинается как типа миленькая пробежка ко второму часу игры превращается в довольно большое количество людей и зданий и уже к этому моменту начинаются некоторые проблемы во-первых очень однообразно попадая на следующий этаж начинаете строить заново типа вот эту лесорубку потом лесопилку и добывать ресурсы ну к счастью не с нуля а с того сколько их уже набрано уровни вот эти вот они все одинаковые у них одинаковая площадь у них примерно одинаковое заполнение потому что вот типа растут ли тут деревья или растут ли там камни это я не знаю по рандому там или заранее задано но тем не менее типа ты не знаешь сколько у тебя будет на этом уровне камней деревьев и жуков но в целом их примерно какое-то одинаковое количество но из-за того что у тебя огромное количество зданий в которых работает огромное количество специалистов каждый делает что-то свое и ни над кем у тебя нет никакого прямого контроля и если тебе нужен какой-то конкретный ресурс то наколдовать и понять как сделать так чтобы его получить не всегда понятно иногда приходится все заново оббегать все заново осматривать и это становится стандартным геймплеем потому что все что в этой игре есть это собственно добыча ресурсов их трата и противники каждый раз одни и те же и вылезают они только в самом конце потому что ну как бы для того чтобы триггернуть этот самый спуск надо туда прийти закинуть туда какое-то количество ресурсов вылезут враги наши воины на них нападут все перерубятся и потом ты собственно спустишься вниз и по итогу получается странно потому что хотелось бы чтобы в скриблмен армия как-то типа было больше контроля больше рандома чтобы какие-нибудь интересные штуки происходили на разных уровнях там не знаю какие-нибудь сундуки хотя бы можно было откопать чтобы с сокровищами или чем-нибудь подобным но тем не менее она вполне затягивает и опять же вот я сегодня необычно много во все наиграл в скрайблмен армия у меня уже по-моему наиграна часов 5 и за счет того что мне нравится то как она выглядит и то как она звучит поэтому находиться в ней приятно но вот хотелось бы чтобы было еще и как-то более приятно в нее играть так я не понял это рефант после 5 часов или нет не это не рефант но такой типа очень осторожный и с критикой потому что игру есть за что пожурить но с другой стороны это как бы кликер залипатор убиватор времени и с этой точки зрения игра вполне себе позволяет в себя залипнуть и убивает время наповал вот я вообще не заметил как а оказалось 5 часов наиграл на этом у нас на сегодня все как обычно благодарим вас за просмотр Андрея Маэстро Берестова за помощь с монтажом и прощаемся на месяц не забывайте приносить нам в комментарии игры которые вы бы хотели увидеть в следующих выпусках рефанда и до скорых встреч пока до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч